Для начала нужно улыбнуться, потом поднять брови вверх и потом вот так делать. Ну, по-любому этот тренд пройдет. Все проходит. А с YouTube сколько ты зарабатываешь? Я вначале просто хотел популярным стать и друзей иметь. Ну, мама была против изначально. Ты вот сказал, что ты раньше боялся сниматься на камеру. Да, я даже не фоткался на семейных фотках. Хочу с казахстанскими блогерами поколадиться. Всем привет, с вами Айпери и это проект Большое интервью. Сегодня мы поговорим о популярности в приложении TikTok и об оригинальном контенте. А в гостях у нас Argen, более известный как Sigma, чьи ролики на сегодняшний день набирают миллионы просмотров по всему миру. Как к тебе обращаться, Argen или Sigma? Argen. А сколько тебе лет? Мне 20 лет. Тебе 20 лет? А ты в семье единственный ребенок или у тебя есть братья, сестра? Две сестренки и одна сестра. То есть ты средний и единственный мальчик в семье? Да. А на самом деле ты сейчас находишься на пике популярности. На тебя подписано очень много мировых звезд. И несмотря на это, о тебе вообще нет информации. Поэтому давай познакомимся поближе. Ты работаешь, учишься? Нет, не работаю и бросил учебу. Ты сейчас активно занимаешься продвижением в TikTok? Да, я, можно сказать, только блогерством занимаюсь. Расскажи, как ты пришел к этому? Я бросил колледж. А где учился? Учился в IT-академии. КГУА. Там факультет есть. Бросил колледж, потом начал заниматься бизнесом, но что-то не пошло. А потом просто попробовал. А, я хотел перебороть страх, я боялся сниматься на камеру. Серьезно? Да. Потом я решил перебороть этот страх и снял TikTok. Вот после, на следующее утро видео залетело там на 750 просмотров где-то. Вот для меня это были очень огромные цифры. И после этого я начал снимать TikTok. А какой твой был первый ролик? О чем ты снимал? Так, ну там просто, типа, прикол. Там я свой худи одеваю, ой, пытаюсь снять ногой. Угу. Вот. Ты вот сказал то, что ты раньше боялся сниматься, сниматься на камеру. Да, я даже не фоткался на семейных фотках. Серьезно? А как сейчас у тебя? Ты же сейчас очень популярный. На тебя смотрят миллионы подписчиков со всего мира. Угу. Я такой спокойный, наверное. Ага. А давай поговорим о твоем нынешнем образе сейчас. Я так понимаю то, что вот эта мимика, она взята из фильма. Да, из фильма «Американский психопат». Ну, давайте я сначала расскажу, что такое сигма. Ага, давай. Сигма — это характер. Ну, это человек, который одинок, он занимается спортом, он не гоняется за девушками и за парнями. Ну, если это девушка, вот, он такой вот человек, вот, это сигма. А тот человек из фильма «Американский психопат», он не сигма. Угу. Потому что он там, ну, само название псих, вот. Вот ты описал сигму, да, то, что это такой человек, который больше... Это ты позиционируешь себя таким, да, получается? Ну, не совсем, ну да, можно, я типа смахиваю, но не так сильно, как герой из фильмов, например. Ага. Бойцовского клуба там, вот. Вообще, расскажи, как появилась такая идея? Ты вот посмотрел фильм и решил, вот, я буду повторять за ним или как это было? Вот, в интернете форсилось этот мем. Там вставляли какие-то поступки хорошие, которые, ну, типа, респект. Потом в конце вставляли вот это лицо. Ага. Вот, после этого я решил, типа, а почему бы мне не попробовать? Ну, вообще, не думал, что так залетит. Просто попробовал и все. И получилось. На самом деле у нас в Кыргызстане многие тиктокеры, как бы, повторяют за мировыми трендами. А сейчас получилось то, что мир повторяет за тобой, да? Каково это? Я раньше так... Получилось у меня так же мировое что-то создать. Но тогда тоже так же залетало, но не все повторяли. Ну, можно сказать, это у меня второй раз. Вот. Ну, там, с пакетами я вот так забываю. Да, 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 я помню твои ролики с пакетами даже. Это, ну да, хорошие эмоции. Кто самый популярный человек, который на тебя подписан на сегодняшний день? Хаби Лэйм. На тебя подписан Мистер Битст, Хаби и многие другие мировые звезды. А было ли такое то, что они тебе писали лично? Нет, там просто «Привет, как дела? Хорошо, отлично». То есть у вас была переписка? Ну, просто такая, типа, смайлики и все. Ага. Ничего такого предложения не поступали? Нет, не особо. Ну, там, с казахстанских блогеров, да. Предлагали коллабы? Да. С кем у тебя планируется коллаб? А вот я хочу с казахстанскими блогерами поклабиться. Наверное, скоро. А с кем? Ну, там, наверное, Жека из Йолохауса, наверное. И вот. У меня еще такой вопрос. Наверняка у тебя с увеличением подписчиков, да, появились и поклонницы. О, я не знаю. Ничего не писали девочки там? Познакомимся. Нет. А какие тебе девушки нравятся вообще? Милые, наверное, да. Я не знаю. Определенного типа нет. Расскажи вообще, что ты почувствовал, когда уже понял, что тебя знают во всем мире? А, наверное, меня пока не знают во всем мире. Ну, тем не менее, они повторяют за тобой и так или иначе видели твои ролики. Да, буквально за пару дней 2-3 миллиона подписчиков добавилось. Ну, за 5 дней где-то. Ну, ощущения классные. Каково проснуться звездой? Да. Ну, у меня до этого было почти 4 миллиона, а сейчас почти 8. Вот. Угу. А узнают ли тебя на улице? Да, сейчас почаще теперь узнают. А у нас здесь, в Кыргызстане, были ли тебе предложения там сняться в клипах, может быть, в кино? Ну, да, в сериале каком-то, но я там провалил, потому что, ну, этому тоже, типа, навык определенный нужен. Актерское мастерство плюс ораторское искусство, наверное. Угу. Ты планируешь дальше делать какой-то контент определенный или будешь все-таки делать акцент именно на мимике и выражении лиц? На данный момент на мимике. Угу. А вот когда пройдет, вот тогда, наверное, посмотрим. Ну, по-любому этот тренд пройдет, все проходит. Ага. Вот что ты делаешь для того, чтобы остаться в этом пике популярности, чтобы у тебя охваты не уходили? Наверное, я думаю, что нужно минимизировать, вот, только, типа, именно когда залетает, вот, поменьше снимать стараться. Ну, одно-два видео в день, думаю, достаточно будет, вот. Угу. И полностью трафик на себя перевести как-то. А предложения к себе по рекламе поступают? Да, но я сейчас рекламу, ну, с давних пор уже не делаю рекламу. Так, рекламу я не беру, потому что хочу цели достичь. Ну, типа, когда рекламу делаешь, ты думаешь и туда, что снять, и себе тоже. И в итоге там плохо получается. А если вас... Энергия и туда, и туда уходит. А если вас просто как актера пригласят? На фильм? На рекламу, на фильм. А, типа, просто снимись, уже все готово? Тогда, наверное, можно, вот как сейчас. Давай вернемся к начале твоей карьеры. Вот ты сказал то, что у тебя все началось сейчас давно. Ты снимал тиктоки с пакетами. Откуда появилась эта идея? Нет, с пакетами я недавно, ну, там, 4-5 месяцев назад снимал. Откуда идея? Идея. Вообще существовало давно. Типа, вспоминаем, давайте вспомним 2016 год. И там Water Flip Challenge, там, Манекен Challenge, такие челленджи были. Вот, и люди вспоминали. А потом один человек снял с пакетом, но у него не залетело. Потом я, ну, типа, давай попробую, сниму. И снял, вот, залетело. У меня почему-то. Почему-то у тебя все хорошо залетает, получается. Нет, это... Я не думаю, что это везение или еще что-то. Просто нужно все пробовать, мне кажется. А вот насчет того, что, типа, я взял его идею, мои тоже берут, и я, типа, с этим согласен, даже рад, что берут мои идеи. Ага. Ты, может быть, знаешь какой-то алгоритм ТикТока, который помогает тебе попадать в рекомендации? Да, он очень простой. Мне один человек подсказал, там, Баттер Уайт, если смотришь, да, привет. Три видео в день снимать надо. Ага. И когда какой-то залетит, вот, это продолжать снимать. Вот, например, я каждый день по три видео снимал, у меня вот сигма залетела, вот, все, теперь я сигму продолжаю. До тех пор, пока она не закончится, вот. Ааа. Вот, весь секрет, это просто продолжать и пробовать все, мне кажется. Все, сегодня наши читатели теперь пойдут снимать ТикТоки три раза в день. Секрет раскрыт, все очень просто. Я знаю, что у тебя есть Ютуб-канал, ты в ТикТоке, естественно, сидишь, ну и еще и Инстаграм. Как ты себя больше позиционируешь? Как ТикТокер, Ютубер или же как блогер? Я вначале просто хотел популярным стать и вот друзей иметь в свете, ой, из блогеров, вот. А так, просто блогер, наверное, вот. Блогер, да? Ну, ты говоришь, друзей хотел иметь, сейчас у тебя друзей больше стало? Да, у меня стало побольше друзей. Мне кажется, это немного из-за того, что я колледж бросил и там никого не оставил, да, среди друзей, да, вот. А вопрос современности, наверное, получается ли у тебя зарабатывать благодаря ТикТоку? Да, я могу зарабатывать, но, как я и сказал, я сейчас рекламу не делаю, потому что цели хочу достичь, вот. Какая твоя конечная цель? Про конечную пока не буду, а сейчас типа 10 миллионов хочу, вот. Ну, я видела, что у тебя уже почти 7 миллионов, значит, когда у тебя будет 10 миллионов, мы узнаем следующую цель? Да, там будет написано. А, все понятно. Хорошо. Вот вы сказали, что хотите иметь друзей блогеров, кого вы имели в виду? Так, в самом начале Yolo House, вот там ребята, и Crash House хотел друзей иметь. О, вы хотели с ними подружиться? Ну, сейчас с Crash House я знаком, а с Yolo House тоже, ну, там, с одним человеком, а так с ними еще не виделся, именно с Yolo House. Классно. А вообще думал ли ты там создать какой-нибудь хаос или быть в числе какого-то хаоса, или тебе лучше одному двигаться легче? Ну, я старался в хаосы, но не получилось. А так я пробовал создать свой хаос. У меня есть друзья, 4, 3 друга, соседи. Вот с ними попробовал хаос создать, типа. С соседями. Да, потому что не получилось другие зайти. Вот. Ну, там по 10 миллионов просмотров было, хорошо. Там мы набрали 50 тысяч подписчиков, но это за один день съемок. Вот. Но для этого, чтобы снимать это все, деньги нужно, время. А я не учусь, у меня полно времени, а у них нет. Вот. А так мои друзья всегда помогают, вот, соседи. Соседи, друзья, да. Да. Мы самые близкие, настоящие, да. У нас в Кыргызстане сейчас очень много тиктокеров, и это стало как бы своего рода профессией, да. Легко ли стать популярным на этой платформе? Мне кажется, что в любой сфере можно, типа, достичь чего-то. Ага. Не важно, что это. Просто нужно, типа, делать и все. Ага. Ну, это мое мнение, да. Ага. Ну, я, например, хотел стать программистом. Просто я фильмы посмотрел, и мне это понравилось. Ну, а когда пошел там, реальность немного не такая была. Вот. После я бросил колледж в бизнесе, попробовал там себя в предпринимательстве. Тоже не понравилось. И вот с тиктоком, ну, видео делать понравилось. Какой у тебя был бизнес, мне интересно? Бизнес, там, вендинговые аппараты, типа, ну, не кофе, жвачки, там, всякие мячики, вот-вот такое. А, они у меня, кстати, до сих пор ездили. Может, вот реклама, да? Типа, они работают там. Пассивный доход был. А как твоя семья отреагировала на то, что ты вот решил заниматься блогингом, снимать тиктоки? Так, ну, мама была против изначально. Нет, именно потому, что я бросил колледж. Вот. Но потом я все равно бросил. Ну, она каждый день, ну, мягко говоря, это, говорила мне, что, ну, ток-тотпун, да, все, хватит, это, те деньги, на этом не заработаешь, вот-вот все. А потом в один момент я переехал в Бишкек, потому что, ну, она потому что каждый день, типа, так говорила, вот, на 4 месяца где-то. А после сейчас уже, ну, нормально относится к этому, вот. А твоя мама сейчас не в Бишкеке, да, получается? Нет, ну, я в Токмаке, Анна, тоже. Мы живем в Токмаке. После того, как ты начал зарабатывать, мама одобрила твою деятельность, да, получается? Сейчас поддерживает? Да. Какие мировые знаменитости на вас подписаны, и как вы узнали о том, что они на вас подписались? Хаби Лэй, Мистер Бист и вот этот Рес Эба, знаете, футболист такой? Вот он, а еще там футбольные команды, Зенит вроде бы. Да, Зенит. Ну, там просто когда ты на них подписан, а они взаимно подписываются, там чат появляется. Вот так и узнал. И какова была ваша реакция? Ну, я был очень рад. Вообще говорят, что в ТикТоке для того, чтобы стать популярным, нужно больше лайкать, больше листать и комментировать. Это правда? Нет, это стереотипы. Теневой бан, лайки, во сколько закидывать, вот это все, это стереотипы. Там зависит только от качества, ну, не качества видео, а вот сама идея видео. Если видео хорошее, мне кажется, оно залетит. Ну, просто нужно, вот как я сказала, снимать и все. У тебя есть продюсер или менеджер? Нет. Нет. Я один, да. То есть все, кто хочет тебе там предложить сотрудничество, напрямую к тебе обращаются? Да, там в общий. Иногда номер узнают, я не знаю. Например, как мы, да? Да, да. Как вообще относишься к хейтам? Есть ли они у тебя, хейтеры? В ТикТоке мало хейта, ну, на Ютубе есть. А так, мне кажется, ну, лично у меня его мало, вот честно скажу. Ага, то есть у тебя, как таковых, хейтеров нету? Да. А что тебе... Ну, иногда пишут, типа, на ДЛ, что уходишь, там, Сигма, неправильно, вот это все. Ну, это максимум. Что чаще тебе пишут в Дарект? В Дарект? Именно в Инстаграме? В Инстаграме, в ТикТоке, твои подписчики, читатели. Привет, как дела? Вот это все, желаю тебе удачи иногда. Иногда, привет, подпишись на меня. Просто привет, вот так же. То есть хотят познакомиться? Да. Я почитала у тебя в комментариях, в основном очень много людей, оказывается, просят тебя сделать туториал на выражение, да, получается? Да, я два туториала сделал. Давай сейчас в нашем эфире тоже сделаем туториал для наших читателей. Ну, многие вот это не могут повторить. Да, это как вообще, я не понимаю, как... Ну, я не знаю, вот попробуйте вот так сделать. Так, давай. Для начала нужно улыбнуться, потом поднять брови вверх и потом вот так сделать. О, классно. Наверное, у меня не получится, потому что... Ну, многие хотят повторить, я видела то, что даже рисуют карандашом себе брови для того, чтобы повторить тебя. Да. Ну, у некоторых, да, получается, я видел. Ну, по-своему, наверное, нужно это делать. Что дальше ты планируешь снимать после того, как... У тебя наверняка есть план. Ты вообще делаешь контент-план заранее или у тебя как импровизация? Только на день. Ну, сегодня... Сегодняшнее я вчера спланировал, завтрашнее спланирую сегодня вечером. Вот так вот, да? Только за день вперед. А на что ты снимаешь? На телефон или профессиональную камеру? На что я начал, скажу. Начал на iPhone SE первого поколения. Ну, на пятый похож. Потом на десятый. Там было мало памяти, и из-за этого мне пришлось новый купить сейчас, 14-й нашел. Как ты накопил на свой первый iPhone? С YouTube. А с YouTube сколько ты зарабатываешь? Ну, на жизнь хватает. Ну, скромные. В TikTok тоже секрет. В TikTok я не зарабатываю, честно. Вообще не зарабатываю. Потому что реклама делала. В Instagram предложения поступают, но ты... Не отказываешь. Отказываешь. Спасибо большое, Аргент, что ты согласился сегодня с нами поговорить. Поделился своим опытом. Мне кажется, для читателей наших тоже было очень интересно. Очень рада с тобой познакомиться. Желаю тебе еще больше успехов, чтобы ты и дальше покорял весь мир. Спасибо большое. А теперь мы снимаем TikTok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok